Доброе утро! Только посмотрите, какое у нас странное лето. То 30 с чем-то градусов жары и душно, а потом, наоборот, несколько дней идёт дождь, а то и несколько недель. Мы сделали небольшую перестановку. По-другому расставили диван. То есть я вам говорила, что он из Икеа, и он такой трансформер. Можно сделать буквой Г, а можно вот так, можно вообще рассоединить это всё. У нас здесь стоял бассейн, но, как видите сами, нелётная погода, не до купания на улице. Не сильно холодно, но, тем не менее, не очень приятно. Что касается газона, вы были правы. Мы, точнее не мы, а Томек, взял грабли, убрал сухую траву аккуратно, чтобы корни остались. Дальше просто купил газон, который сеется, и насыпал. И трава заросла, как видите. У нас есть и полив газона, и капельный полив растений. Но была такая аномальная жара, что пока мы были в Италии, всё тут вообще высохло. Помните, мы на зиму срезали и гортензии, и травы. Гляньте, как это всё разрастается. И там, где тень, гортензии не такие массивные, не такие пушистые, не такие красивые. Просто они поменьше. Нельзя говорить, что они такие красивые, потому что все цветы, как по мне, классные. Соседи завели кота, и теперь вот поставили такую сетку, чтобы он не перерезал к нам. Потому что может убежать куда-то дальше, а нам это вообще никак не мешает. И вот мы садили белые гортензии, а они у нас слегка розовые. Вы также описали мне, что это зависит от кислотности почвы, от погоды, ещё от чего-то. Так что они у нас слегка разные. Сейчас начинают цвести. Они должны вырасти довольно большими, но мы не хотим, чтобы наш и так небольшой участок становился ещё меньше. Сейчас буду отпаривать кое-что красивенное и мягчайшее. Посмотрите. И, девчонки, у меня к вам вопрос. Точнее, вы меня спрашивали, чем я глажу свои вещи. У нас вот такой утюг. Мне его очень давно дарили. Марка Филлипс. Но у нас есть и обычный утюг Филлипс. Что за модель, я без понятия. Ей уже несколько лет, и я до сих пор ею пользуюсь. Я хочу также купить ручной маленький отпариватель. И вам интересно будет посмотреть видео о каких-то домашних гаджетах, о моих хитростях при уборке. Это не совсем тематика моего канала. Но если вы за, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Я с удовольствием приготовлю для вас такое видео. Это у меня платье от Эцеллира. Конечно же, от кого? Я считаю, что у них самое классное, нарядное и повседневное платье. Это у меня трикотажное, как видите. Я не знаю, есть ли другие расцветки, но это очень-очень приятное. Знаете, это такая палочка-выручалочка, когда нужно выглядеть и нарядно, и женственно, и легко, и непринужденно. Можно и с каблуком, и вот так, как я сегодня с кедами, я взяла более нарядную сумочку. Просто так захотелось. Ну, я также спокойно представляю себе это платье, например, с соломенной сумкой, о которой я недавно вам рассказывала. Тоже будет хорошо смотреться и в повседневной жизни, и даже в гости куда-то так можно пойти. Потому что платье такое, знаете, не обязывающее. То есть, с ним можно играться, его можно дополнять разными аксессуарами и обувью. Сейчас многие материалы меня раздражают, но это супер приятное, очень мягенькое и приятно ощущается даже в жару. Вот такое конфетное, прямо очень симпатичное. Мы снимали его в прошлом году, и я, как сейчас, помню, что тогда в примерке я была в серебряных таких босоножках. Сейчас я надела бы его и так, и так. Тут уже многое зависит от вас. Какое вам больше нравится, то голубое, которое я показывала в прошлый раз, или вот это. Я даже не могу определиться, но оба цвета такие, вот знаете, которые подходят и блондинкам, и брюнеткам. Вау, вот это цвет. И только посмотрите, сколько тканей здесь использовали. Очень удачная расцветка. Можно будет носить это платье и в холодное время года, с ботфортами, например, или с ботинками, даже с такими грубыми, с кожаной курткой. Все, я его увижу в своем осеннем гардеробе, прямо однозначно. И мне нравится, как всегда, эти платьица красиво струятся. Сейчас я надела их снарядными босоножками, и оно сразу так заиграло. Возможно, именно это платье я надену на свадьбу брата. Я пока что не решила. Мое состояние здоровья покажет. АСЛ Ира, спасибо огромное за то, что порадовали меня всеми контактами, девочки. Я поделюсь внизу, оставлю ссылки на все платья, которые я примеряла. И также постараюсь отыскать то видео с прошлого года, где мы красиво с Давидом снимали примерку. Там можно посмотреть, я красиво так кружилась. Видно, как это платье выглядит при ходьбе издалека. Ну, то есть не вот так, как я снимаю, а когда со всех сторон все показано. Класс, класс, класс. Вот стою, никак не могу насмотреться. Покажу вам поближе ткань. Видите, как она красиво переливается. И уже по нашей небольшой традиции, совместно с брендом СЛ Ира мы проводим для вас конкурс. Вы можете выиграть любую понравившуюся вам вещь на сайте. Я оставлю все условия участия в инфобоксе. Всем желаю удачи. Хотела вам показать, что мы сейчас читаем с мальчиками. Я очень надеюсь, что эти книги есть в русском переводе. Нужно будет поискать. Девчонки, если вы знаете, тоже отпишитесь. Может, кто-то из русских или украинских авторов тоже выдавал что-то такое. Мне, как взрослому, тоже очень интересно. В общем, в чем суть? Эта девочка Неля отправляется в разные путешествия со своими родителями. Только не в европейские страны, а в более дикие. Они там останавливаются и в разных племенах, и столько всякого прикольного. И смотрите, эта книга написана очень простым детским языком. То есть так, как будто мальчики общаются с подружкой, с ровесницей. Ей лет, наверное, 9, насколько я помню. То есть она чуть старше, но тем не менее написана таким доступным детским языком. Здесь очень много фотографий, которые она сделала сама. И вообще много иллюстраций. Такая познавательная целая серия книг. У нас есть три. И нужно поискать, есть ли еще больше, потому что мы взахлеб читаем. Я даже, вот знаете, думаю, господи, мне уже 31, а я до сих пор об этом не знаю. И о растениях, и также о животных. Короче говоря, просто обалденные книжки. И вот здесь также указано, где можно купить в Польше. И одна такая книга стоит около 10 долларов. Но это и хороший подарок, и для общего развития. Вообще, я же вам говорю, что я от них балдею. И вечером, когда садимся читать, я всегда не могу сама дождаться, потому что это так увлекательно. Короче говоря, мы это покупали на подарок дочке нашей подруги. Но они так к нам и не доехали, мы оставили их себе. И ни разу не пожалели. Вот уже заканчиваем третью книгу. Когда у нас было очень жарко, мне не хватало очищения от моей мягкой кремовой умывалки от СРВ. И я перешла на вот эту, которая для жирной комбинированной кожи. Я всегда покупаю ее для своего мужа. И вы знаете, я была удивлена тому, что она пенится. Она хорошо все досмывает, очищает кожу, но не до скрипа. И не пересушивает ее. Я где-то последний месяц пользуюсь ею. И вы знаете, моя кожа от этого вообще не пострадала. Но я стараюсь сейчас наносить как можно меньше вообще и на тело, и на лицо. Я уже не знаю, чего бояться. Так что сократила свой уход до минимума. Вот такой увлажняющий, успокаивающий тоник от Пикси. С розой и здесь также сок Алоэ Вера. Очень хороший тоник, работающий. Крем под глаза остался тот же. Я вот обновила себе такой, как у меня был от Айзенберг. Закончился, и я заказала себе новый. И на все лицо я сейчас использую натуральное масло. И тут опять же вопрос к вам. Он идет с маслом шиповника и авокадо. Также здесь витамин Е. Супер натуральный состав, экологический. И у меня было также масло шиповника из iHerb. Оно пахло как-то странно, специфически, что мне сказать, воняло. Но у меня оказалось вот это. Оно было в какой-то коробочке или просто в посылке от Look Fantastic. Очень хорошее средство, но запашок есть. Пользуетесь ли вы маслом шиповника, и оно должно так пахнуть? Или просто мне этот запах не особо, скажем так, по душе? Но кожа от него фантастическая. Вообще и на кутикулу. Завтра буду делать маникюр. Так что у меня тут, знаете ли, не самая лучшая версия менять сейчас. Но я хотела бы вас спросить, пахнет ваше масло шиповника или нет. А так вообще я готова попробовать еще остальные. И даже могу рекомендовать для чувствительной кожи, для сухой. Если проблемная кожа, то очень хорошо работает. Так что вот такой минимум у меня сейчас. Стараюсь не мазаться практически ничем. Мы приехали в Креницу-Сдруй. Это курорт Польша. Мы находимся перед Буветом. Если вы из Украины, то что-то похожее есть у нас. И называется городок Трусковец. Я в детстве там очень много раз была, потому что по состоянию здоровья мне прописывали воду. И вот сюда мама Томака приезжала на три недели. Мы заехали за ней, чтобы забрать ее домой. На главной улице также находится самый знаменитый банкетный зал. Вот он перед нами. Здесь же гостиница, ресторан. И там еще есть фонтан. Подойдем с вами. Собственно говоря, все. А вот новый, более современный Бувет. То есть здесь такая же минеральная вода, но он уже платный. И туалет здесь тоже платный. И свекровь говорит, что здесь все платно. Мы находимся внутри Бувета. И самому нельзя подойти, набрать воду. То есть нужно за нее заплатить. И тебе ее подаст работник. Я еще такого не видела. В Трусковце у нас точно. Вот в Трусковце я тоже помню, что мы выпили из таких специальных чашечек. С трубочкой. Есть зоны отдыха. То есть можно набрать водички, купить ее. Присесть и все выпить. Очень много растений. Я покажу вам с другой стороны. И вы знаете, если бы я хотела поехать на такого плана курорт, то я бы выбрала Трусковец. Очень давно там не была. Ну как-то не знаю. Я ожидала чего-то большего. Сидят люди. Не хочу их снимать. С этой стороны все зеленое. Также лавочки. Можно присесть, отдохнуть. Посмотреть на главную улицу. Ну сюда приезжают лечиться. В основном они для развлекухи. Слышите музыку? Это уже началась дискотека. Она здесь для пожилых людей. И начинается в 3 часа дня до самого вечера. Не до ночи, а до вечера. Бабушка купила игрушки. Самолеты из пенопласта. Уже один снимали с дерева. Папа запускает, а малыши просто радуются. Это главный фонтан. И музыка играет из колонок. Хочу показать вам местную архитектуру. Они не в очень плохом состоянии. Эти отели и пансионаты. Но, как видите, вот так это все выглядит. Здесь еще есть ручеек. Но вот мы были в Шчавнице. И Шчавница нам очень понравилась. А здесь как-то, наверное, свой особый климат, который мне не совсем по душе. Вот какая лампа. И на потолок тоже обратите внимание. Помните, я вам как-то говорила, что в старых зданиях Польши часто находятся печи настоящие. Они очень часто бывают красивыми, такие, видите, обложенными плиткой. И вообще, все подобрано очень интересно. Смотрите, там сзади граммакон стоит. Все идеально подобрано. Третья граммакон. Третья граммакон стоит. Хорошо. Третья граммакон. Субтитры делал DimaTorzok. Как видите, я тут себя отвлекаю и развлекаю как могу, настраиваюсь на позитивный лад, хотя все не так красочно. Спасибо огромное за все ваши комментарии, за советы, за то, что просто интересуетесь, как я себя чувствую, как там результаты анализов и все такое. Также нашлись зрительницы, дерматологи, которые безвозмездно проконсультировали меня. Конечно, я также обратилась еще к одному доктору, и она здесь, да, и она сказала мне, что в вашем случае лечение назначили правильно. Я начала принимать таблетки, я снова рассказала, что меня беспокоит, и спустя несколько дней мне показалось, что мне даже стало легче. И основная проблема начала отступать, и также я получила первые результаты обследования, это не какой-то там страшный вид грибка, и теперь остается ждать до 20 августа. Я сейчас чувствую себя подопытным кроликом, по-другому я не могу этого назвать. Только представьте себе ситуацию, вы живете в Польше, вы платите налоги, не налоги, это социальная страховка. В районе нескольких сотен евро. За две недели я ни разу не попала ни на государственное обследование крови, ни госврачу, и вообще, в принципе, пока ты не умираешь, на тебя никто особо не обращает внимания. Попробуйте это, попробуйте это, и все эти лекарства и обследования уже вылились мне в 300 баксов. И я не знаю, рассказываешь это и думаешь, господи, почему раньше, вот когда я жила в Украине, все было проще. Я верю в то, что во всех странах есть прекрасные специалисты, замечательные доктора. Ну просто меня, вы знаете, не то что смешит, но для меня это какое-то недоумение, что каждый месяц работаешь, ты не работаешь. Я как частный предприниматель, независимо от того, хоть копейку я заработала, все равно я обязана заплатить несколько этих сотен евро, то есть социальную страховку. Это просто капец. И в общем, я говорю, что у меня после этих таблеток еще больше чешутся руки, сделайте что-нибудь, потому что они горят. Они такие, все нормально, все нормально, продолжайте принимать лекарства, и к частному доктору попасть можно было через 2 недели, то есть не ждать еще до четверга. Слушайте, в пятницу я просто не выдержала и вызвала доктора на дом, это семейный врач, и говорю, сделайте что-нибудь, потому что я сейчас залезу на стенку, и оно все так чешется, что выдержать это невозможно. Он говорит, да у вас просто жутчайшая аллергия, с этим нужно что-то делать, вот вам мать, и вот вам таблетки, после которых вы чесаться не будете. Но после них очень хорошо спишь, и ночью вас там ничего не будет беспокоить. Девочки, я спала полтора, как это, полторы сутки, а не полторы сутки, в общем, больше, чем 24 часа, то есть я просыпалась, я даже не знаю, как я делала завтрак детям, потом в конечном итоге я говорю, Томак, отведи меня домой, мы поехали там по делам, потому что я сейчас рухну, я уснула, я спала до восьми, я встала, поела и снова легла спать, проснулась в полдесятого следующего дня, то есть это уже вторые сутки пошли. Я просто в шоке, и доктор говорит, я как бы ничего не могу сделать семейный, обращайтесь еще к одному дерматологу. Я записалась тоже по совету знакомой здесь, она из Украины, к доктору, к Польке, на которую очень хорошие отзывы. Я подавала все возможные анализы крови, результаты я получу сегодня вечером, и, казалось бы, можно не платить социальную страховку и просто обращаться к таким частным докторам. Но вы понимаете, у частных докторов очень часто меньше практики, если они работают только как частные предприниматели, скажем так, это раз. А во-вторых, у них нет доступа часто к рентгену, к операционным, то есть, когда, например, Захар сломал руку, когда это было несколько лет тому назад, я знала, что нас ждет такая очередь, это был вечер, то есть, я уже настроилась на то, что мы будем сидеть до трех часов ночи, так и получилось. И я говорю, можно обратиться в какую-то частную клинику, то есть, уже, ну, деньги, это не важно в такой ситуации, уже готов отдать все, лишь бы тебе хоть кто-то помог. И что мне сказали, что частным образом невозможно сделать рентген, и, конечно же, руку никто не вправит, и тем более не наложит гипс. И вот что касается каких-то серьезных моментов, о которых я раньше вам рассказывала в предыдущем блоге, у тебя просто нет выхода. Ты платишь эту соцстраховку, и со всякими там, не дай бог, конъюнктивит или еще что-то, ты просто относишь дополнительные деньги. Ну, в общем, это какой-то замкнутый круг, и я вижу, что моя аллергия, к сожалению, не отступает, если это такие аллергия, когда тебя постоянно что-то беспокоит, ты не можешь жить нормально ни днем, ни вечером, спать ночью тоже невозможно. То есть я вот выспалась на выходные благодаря этим лекарствам, остальные ночи проходят как в каком-то кошмарном сне. И, наверное, я сейчас возьму небольшую паузу, и просто будут выходить ролики, которые я отсняла чуть ранее. Потому что я не хочу в красках рассказывать, что и как, но девочки и молодые люди, если вы меня смотрите, если вы приезжаете в Польшу, и мне кажется, что в других европейских странах Польша не за границей, как говорится. Но, тем не менее, здесь тоже такие правила, и девочки, которые живут за границей, тоже рассказывали, что у них очень похожая ситуация. Так вот, если вы приезжаете сюда на работу, то все равно обязательно позаботьтесь о своей социальной страховке. Потому что одно дело попасть там несколько раз к частному дерматологу, но если, не дай бог, ты сломаешь руку, ногу, или еще что-то посерьезнее, да, или угроза жизни, ну, всякое в жизни бывает. И вот, не дай бог попасть в государственную клинику и не иметь этой страховки. Это все выливается, ну, может, не в сотни тысяч долларов, но точно в десятки. То есть, казалось бы, там сломал ногу, и сколько это может стоить? Нет, это будет стоить конкретно. Так что, если вы приезжаете сюда работать или просто едете куда-то, обязательно позаботьтесь о страховке, как бы банально это ни звучало. Поэтому у нас нет выхода. Вскоре я буду в Киеве, я лечу на свадьбу брата и постараюсь также посетить еще какого-то дерматолога, если мне не станет легче. Поэтому, если у вас есть проверенные специалисты в Киеве, пожалуйста, напишите мне на почту. Можете просто скинуть контакт без каких-то дополнительных слов. Я все равно буду очень и очень признательна. У меня, я надеюсь, что скоро это все пройдет. И я особо как-то не заморачиваюсь, то есть не живу этой проблемой. Да, она существует, но бывают ситуации и похлеще, как мне кажется. И слава богу, что только так. Кто-то переживает за меня, кто-то злорадствует. Но помните, что жизнь бумеранг и возвращается все вдвойне, а то и втройне. Есть такие люди, поверьте мне. И еще, девчонки, я сказала в инстаграме, что я буду в Киеве. К сожалению, у меня не получится организовать встречу. Я сейчас не в том состоянии, чтобы организовывать это все, будучи еще здесь. Здесь это довольно сложно. Я просто не знаю, и какие залы, и сколько человек может прийти. Мне всегда кажется, кто там придет повидаться со мной чего. Ну, не знаю, почему-то так кажется, что кому это надо. Я бы с удовольствием, с огромным удовольствием. Но пока что, так как я сказала, я еду на свадьбу и, скорее всего, буду заниматься своим здоровьем. Буду там только несколько дней. И, возможно, буду снимать уже только там. Буду смотреть по своему состоянию, как только у меня все наладится, я обязательно к вам вернусь. Но, конечно же, мы не прощаемся, потому что ролики все равно будут выходить и в футбук, и также еще одно видео, которое я сняла чуточку ранее. Это как минимум. Я очень рада была с вами повидаться. Еще раз спасибо вам за беспокойство. От всего, от чистого сердца человеческое вам спасибо. Всех целую и обнимаю. Всем здоровья. Всем хорошего, солнечного, позитивного лета. Пока-пока.